Благодарю вас еще раз увидеть старых друзей здесь и познакомиться с новыми друзьями. И сейчас я хочу сегодня поговорить и рассказать вам о предвидении проблем по сравнению с реагированием на них. Я думаю, что 100% вашего времени вы именно этим и занимаетесь, но, тем не менее, я думаю, что это не приходит так вот в одночасье, потому что нужно проработать какое-то время перед тем, как вы начнете уже предвидеть, что может произойти. И, конечно же, мы хотим не только достичь выживаемости наших детей, но и получить на лучшие исходы. И мы понимаем, что существует огромное число факторов, которые могут произойти и могут очень быстро изменить течение заболевания и состояние у ребенка. Не только в плане выживаемости, но и которые также имеют значение на отдаленные результаты. И если вы не предвидите, что еще может произойти. И, конечно же, это совершенно соответствует всему тому, о чем я вчера говорил, о том, что врачи и медсестры должны работать вместе, как раз именно в плане предвидения. Потому что врач не может весь день находиться у постели больного. И если у вас хорошая профессиональная медсестра, которая понимает, что происходит с ребенком и замечает малейшие изменения, что происходит, и понимает, что что-то можно сделать и сообщает вам о них, то, конечно, можно как-то профилактировать развитие отдаленных серьезных осложнений. И мы сегодня поговорим о большом числе таких, я бы сказал, моментов, ловушек, подводных камней, которые могут негативно сказаться на отдаленных исходах для этих очень маловесных деток и даже детей уже доношенных позже. И я думаю, я знаю, что вы только что пообедали, вы, наверное, уже устали, потому что уже вторая половина дня, и, наверное, трудно вам будет бороться с основным длительное время. Но, тем не менее, я надеюсь, что мы сможем обсудить несколько таких проблем, которые мне представляются важными. И начнем мы, конечно же, с открытого артериального протока. И я думаю, что, наверное, протоки, это как раз очень важная вещь в выхаживании маленьких и маловесных детей. И проток, конечно, это очень важный проводник еще в троге, который доставляет плохо оксигенированную кровь с шунтом слева направо. Она поставляет ее в циркуляцию плода и потом опять в мать. И что происходит после того, как ребенок родился? Легкие доношенных детей, они раскрываются сразу, и происходит оксигенация, и вырабатывается местное большое число локальных вазоконстрикторов, которые приводят их к закрытию поталового протока. Но вот недоношенные детки, у них как раз частота случаев открытого артериального протока, она как бы обратно зависима от гестационного возраста. У детей, которые родились после, скажем, 27 недель, у них самостоятельно закроется проток, но у детей, которые родились до 28 недели, это происходит реже. То есть снижается мышечная ткань в протоке, они хуже отвечают на локальные вазоконстрикторы, и у вот этих недоношенных детей повышается число рецепторов простагландинов в стенке протока. И поэтому у них не только повышается число рецепторов простагландинов, но также и они больше реагируют на эффективные простагландины, и поэтому они являются первыми кандидатами на то, что у них не закроется поталовый проток. Итак, какие же осложнения? Почему это так плохо, когда открыт быталовый проток? Ну, что происходит? Вы знаете, что когда новорожденный родился, у него очень резко падает резистентность легочных сосудов и системной резистентности, и в результате значительно повышается легочной кровоток, и повышается гидростатическое давление в легких, и вытекает много жидкости в интерстиции легочной. И мы также знаем, что лимфатическая система маленьких недоношенных детей, она еще не зрела, и она не может эффективно удалять эту интерстициальную жидкость. Еще одна проблема является то, что также бывает у нас, что в системный кровоток попадает меньше крови, кровь как бы крадется из него, из-за того, что сброс крови слева направо происходит, в результате чего снижается перфузия почечных артерий, и, конечно, это приводит к снижению объема выделяемой мочи, и возникает большая проблема. Поэтому у нас попадает жидкость в легкие, незрелая лимфатическая система, и, опять-таки, у нас почки, которые не могут выводить эту жидкость. И, конечно, что происходит, что, когда такие влажные легкие, мы скажем, легкие жидкости, то если мы будем проводить неинвазивную вспомогательную вентиляцию, то мы получаем очень много интерстициальной жидкости, и тогда у ребенка начинается апноэ, а если у ребенка развивается апноэ, и даже если у него хороший уровень кофеина в сыворотке, то, тем не менее, в результате вам нужно будет интубировать такого ребенка, потому что вы не можете справиться с этим открытым протоком. Также возникает большое количество жидкостей в интерстиции, в которой они выводятся, и результатом этого является то, что эта жидкость станет фиброзной в результате, и это приведет к развитию тяжелой БЛД. Ну, конечно, вы делаете большую работу с детьми, мы знаем, во многих учреждениях, но, тем не менее, я видел большое число вот новорожденных, у которых был открыт проток, и они были как бы привязаны к дыхательной аппаратуре. Что еще происходит, когда открыт проток артериальный, то есть снижается и брыжеечный кровоток, то есть поступление в кишечник, и мы говорили, что если перфузия кишечника нехорошая, то снижается моторика, и это ребенок становится кандидатом для развития НЭК. Но мы знаем, что открытый проток – это большая проблема, и мы поговорим немножечко о том, как же все-таки бороться с этой проблемой. Мы в неправильном порядке немножко слайдов пошли. Ну, все здесь присутствующие, мы, конечно, прекрасно знаем клинические проявления открытого протока. Это может быть шум в сердце, это очень наполненные пульсы быстрые, это гиперактивный прикордиум. Ну, и мы ожидаем, что очень много все-таки случаев открытого протока не дают никакой симптоматики. Они молчат, как мы сказали, и что когда ваши медсестры видят вот такие очень незначительные признаки открытого протока, то есть повышается потребность кислородия, нужно увеличить давление на дыхательной аппаратуре, оксигенация нужна, ПЦО2 повышается, повышается апноэ, снижается диурез, непереносимость СИД, и нарушается системная перфузия. Я надеюсь, что вы не видите всю эту клинику вместе, а видите только некоторые симптомы, но вы можете подозревать как раз наличие открытого протока, а когда вы подозреваете, то вам нужно принимать решение о том, как же вы будете бороться с этим. То есть все эти клинические проявления, конечно, являются золотым стандартом. Вот ниже я скажу о том, чтобы убедиться в этом диагнозе. Конечно, кардиограмма, то есть мы видим увеличение левопредсердия, увеличение левожелудочка, и можем увидеть, что соотношение левопредсердия к корню аорты больше 1,3, сброс слева направо, и также мы видим, что кровоток попадает опять в дистальный отдел аорты, возвращается, или нету отсутствия кровотока вообще в дистальном отделе аорты в некоторых случаях. И нужно добавить, что иногда, когда вы проводите эко у ребенка с открытым протоком, то вы можете увидеть такую ситуацию, когда есть регургитация в трехстворчатом клапане, и когда вы видите это, то, наверное, вам не нужно закрывать проток, потому что очевидно, что у этого ребенка легочная гипертензия, и в данном случае проток работает как выпускной клапан. Как же ввести открытый проток? У нас есть четыре варианта. Можно профилактическую фармакопрофилактику проводить, назначать эндемитоцин в первый час жизни, можно на ранних этапах назначить тоже медикаментозное лечение, на втором-третьем дне можно в 7-10 дней назначить медикаментозное лечение, и если это не работает, или есть, допустим, противопоказания к назначению эндемитоцина, то хирургическую легацию протока нужно сделать. Наша практика такая, что когда мы принимали участие в исследовании сервента, то мы увидели, что те дети, которые получали сервента, по сравнению с контролями, которые ее не получали, мы увидели, что у них гораздо больше случаев, новых случаев как раз открытого протока. Поэтому, когда мы начинали, у каждого ребенка, которому мы давали сервенты, но я потом скажу, какие были исключения, и когда мы назначали сервенту, мы давали эндемитоцин, также ребенка в попытке закрыть открытый проток. После того, как я вышел на пенсию 11 месяцев тому назад, группа, с которой я работал, уже не назначает профилактические эндемитоцины, потому что они сейчас обнаруживают, что большая задержка жидкости была связана с эндемитоцином, связана с тем, что был снижен диурез, то есть было такое транзиторное сужение почечных артерий, и поэтому легкие, как мы говорили, становились влажными при назначении эндемитоцина. И поэтому сейчас мы ждем, когда уже хороший будет диурез на второй-третий день, то есть хорошая выработка мочей, и если есть симптомы открытого протока, то тогда закрывают этот проток эндемитоцином. Было напечатано очень много статей, посвященных этой теме, но нету консенсуса. Вот в статье в 1996 году, опубликованном в Journal of Pediatrics, в которой обсуждалась эта проблема, и в то время были люди, которые думали, что закрытие открытого протока может привести к тяжелому интервентрикулярному кровоизлиянию. Но в то же время было много также статей, которые говорили, что это совершенно не важно. В других статях говорится, что наоборот снижается число случаев интервентрикулярного кровоизлияния третьей и четвертой стадии. Поэтому не надо назначать эндемитоцин для профилактики этих кровоизлияний. Еще считается, что, наверное, не нужно назначать эндемитоцин детям с небольшим проявлением звур, потому что мы знаем, что если ребенок еще в утробе пытается поддерживать перфузию надпочечников и получает кровь из кишечного тракта, и поэтому спонтанно может возникнуть перфорация кишечника. И даже у новорожденного, который еще не получал питание какого-то, то назначение эндемитоцина может как раз привести к этому у детей, которые перенесли звур. И тогда мы говорим, что эффекта тут эндемитоцин не дает. То есть мы не назначаем эндемитоцин в первую неделю жизни детям, которые перенесли звур. Другие дети, которые мы не назначаем эндемитоцин, это новорожденные, у которых есть проблемы, связанные с кровотечениями киты. То есть мы знаем, что эндемитоцин может на адгезию тромбоцитов воздействовать, и поэтому стараемся отказаться или не назначать, если вот есть проблемы с кровотечениями у новорожденных. И я вот хочу сказать, какая у нас схема и дозы назначения, но правда это я уже старый, забыл вот эти дозировки за 11 месяцев, что они работают, и вот мой партнер прислал мне эти дозировки. То есть у новорожденных менее 800 грамм, мы отдаем 0,15 миллиграмм сначала в один раз, и через 24 часа мы начинаем по 0,1 миллиграмм каждые 24 часа в двух дозах. У детей весом выше 800 грамм, 0,1 миллиграмм каждые 24 часа в трех дозах. Если вы лечите ребенка моложе 7 дней жизни, весом меньше 1 килограмма, первая доза 0,2 миллиграмма, и потом переходим к 0,1 миллиграмм каждые 12 часов в трех дозах. Если вес больше 1 килограмма, 0,2 миллиграмма каждые 12 часов в четырех дозах. Но все равно это не стопроцентная эффективность, и поэтому, по нашим оценкам, успешное закрытие открытого канала при помощи эндометацина состоится где-то около 65%, и наши данные тоже это подтверждают, вероятность около 65%. Если мы посмотрим на хирургическую перевязку, то профилактически мы, конечно, не пытаемся их проводить, если нам не удалось их закрыть медикаментозно при помощи эндометацины. Но есть у нас такие кардиохирурги, есть у нас тоже в больнице, которые очень высококлассные, и они говорят нам о том, что есть осложнение перевязки этого протока. Но я видел несколько из них. Наверное, самым распространенным осложнением перевязки протока это как раз будет травма поворотного гортанного нерва. Если ларингологи посмотрят, проведут ларингоскопию, то они увидят, что есть паралич связок голосовых, и это такая осиплость, это симптом, но второй проблемой является то, что не все из них могут аспирировать. То есть это в особенности, если это маленькие дети, у которых хронические заболевания легких, то нельзя аспирацию провести. И некоторые знают, что даже лучшие хирурги в мире не знают о том, что это поворотный гортатный нерв, он очень плохо виден, и иногда его трудно как раз увидеть при хронической операции. Также можно травмировать и диафрагмальный нерв, который тоже может привести к параличу диафрагмы. И это тоже еще потенциальное осложнение. Еще одним осложнением может быть перевязки хирургической канала. Это мы можем гелоторакс... Извините. Это можно тоже повредить грудной лимфатический проток. И когда мы говорим с родителями перед тем, как мы будем прибегать к перевязку протока, мы садимся вместе с родителями, рисуем им картинку сердца, кровеносных сосудов и объясняем им, почему необходимо перевязать его, чтобы предотвратить поступание жидкостей сосудов в интерститии легких. Мы никогда не отправляем ребенка на хирургическую операцию без того, чтобы объяснить все эти осложнения. Возможно, это зачащие все отбирают 20 минут, чтобы все это объяснить на таком языке, на котором родители все это понимают. Но это очень важно, потому что я всегда вам говорю, разве что если у вас семья оперных певцов, то, конечно, вы не согласитесь на эту операцию, но потому что действительно у него будет охриплость надолго, и может, у него будет совсем не тот голос, который можно петь. Но это такие проблемы, которые, в принципе, присущи любой хирургической операции. Это такие, как кровотечение, инфицирование, интро- и постоперативные осложнения. И я всегда думаю, что всегда стоит попытаться закрыть проток медицинскими мерами. Если у вас действительно такие серьезные доктора, которые могут не переводить их на вентиляцию, тогда действительно можно закрыть проток с эндомитоцином. Но для вас месседж будет действительно, как говорится, ищите таких врачей, если вы видите другие признаки, которые мы уже... То есть ищите такие признаки, если вы видите, что у вас такой, скажем так, тихий поток, молчаливый поток, который не допоказывает никаких признаков, признаков неинтерцезиального потека, то проведите лучше ребенку ихокардиограмму. Это очень важно для того, чтобы увидеть, какой у вас поток через баталов... То есть какой поток крови идет через баталов проток. Ну, а вот теперь ситуация, которая не настолько, скажем так, всегда присуща, как открытый проток, но тем не менее, когда она, скажем так, случается, то это действительно очень серьезная ситуация. Это, прежде всего, разрыв оболочек. Это ситуация, конечно, которая связана с высокой смертностью и заболеваемостью. И это практически осложнение 3% от своих беременностей, 50% родов случаются через неделю после разрыва, а 70% родов случаются через 5 недель после разрыва. Осложнение этого разрыва – это, конечно же, глубоко превративременные роды, сепсис. И если не было серьезной аккумуляции в амниотической жидкости, то вы, скорее всего, столкнетесь с респираторной недостаточностью и пульмонарогепеплазией. Конечно, когда вы сделаете рентген, то увидите очень малые легкие, они выглядят, как маленький колокольчик у ребенка. И вот какие индикаторы с этим связаны? Прежде всего, это перинатальная выживаемость, это 15-18%, когда где-то от 23-26 недель. Если ниже, конечно, сложно. Будет выживаемость определенно не натальная выживаемость, это приаккумулированная амниотической жидкости, это где-то будет 50%, но приближается к 70%, когда исход, невыживаемость, а скорее полимонарный такой исход. Он всегда нас удивляет, что дети все-таки выживают при таких полимонарных осложнениях. Основная проблема – это действительно обучение наших коллег-акушеров, когда вот случается такой разрыв оболочек, что у них, если нет реаккумуляции амниотической жидкости, то у ребенка, конечно, очень мало шансов выжить, и это необходимо делать для того, чтобы выжимать ребенка. И перинатологи всегда стараются делать инфузию, иногда это не работает, но все-таки, если возможно это сделать, хотя бы 5% такой реаккумуляции амниотической жидкости, хотя это, к сожалению, редко случается. Что мы делаем? Давайте рассмотрим на патофизиологию. Мы здесь видим несколько других проблем. Первое – это когда у вас анормальная панельхема легких, снижен эластин, снижен объем воздушный, дальше у нас нарушена воскулярность, сопротивляемость высокая, это гипертензия, вполне возможно, идет пульномонарная повышенная резистентность, и нам необходимо сделать шунтирование справа налево. Это самая большая проблема, чем, конечно, сниженное количество альвел. Но если ребенок свыше 20 недель, в принципе, он сурфактантно достаточен, то эпителиальные клетки и фосфолипиды фактически будут хорошо срабатывать, но, тем не менее, брызг обратно амниотической жидкости, он в этом случае был бы лучше для этой ситуации. Что мы делаем для таких детей? Я, конечно, поверил за последние часы в неинвазивную вентиляцию, но это, конечно, не тот случай для таких детей. Этих детей необходимо интубировать практически в первую минуту фактически его жизни. Что мы делаем? Даже если мы знаем, что большинство этих детей, и они старшим 20 недель, мы даем им дозу сурвенты и немедленно переводим в первые же минуты жизни на высокочастотные акселераторные вентиляции для того, чтобы снизить баротравму и пытаемся их оксигенировать. И потом мы немедленно прямо в родзале начинаем впрыск азотистой кислоты, оксид азота и поддерживаем интерваскулярную деятельность. И если вы этого не сделаете, то вряд ли ваш ребенок выживает 24 часа. Другая вещь, которая очень важна, это мы постараемся поддерживать ПИО-2 свыше 50, потому что у них всегда комбинированный ацидоз. Некоторых из них можно вентилировать достаточно хорошо по полумболуарной гепреплазии, но если у вас сниженная оксигенация, это одна из проблем. Когда у вас получился метаболический ацидоз и миокардиум не работает, и часто нам необходимо поддерживать атотропами и допаминами. Мы переводим таких детей на антибиотики после того, как берем культуру крови и ампицелин назначаем. Потом, если получаем негативную культуру, то через 42 часа прекращаем назначение антибиотиков. Иногда эти дети достаточно сильны с самого начала, то есть они очень активны, гиперактивны, им необходима седация. Мы используем морфин чередуя с лорезепамом каждые 3 часа, либо тот, либо тот, чередуя каждые 3 часа 0,1 грамм на килограмм лорезепам для того, чтобы, для седации. Некоторым для них нужна седация. Конечно, мы не хотим, но приходится таким детям гиперактивным его проводить. Итак, цели нашего лечения это оптимизировать дистанцию легких с малыми дыхательными объемами, и мы поэтому используем высокочастотную солидарную вентиляцию и, конечно же, управлять пульмонарной гипертенцией. Если вы все это сделаете, то ваш ребенок, скорее всего, выживет. Хочу показать вам один из примеров пациента, которого я лечила 4 года назад. Это 26 недель родилась, не было реаккумуляции жидкости, ее привезли перинатальный центр, она не была инфицирована, но потом мы увидели дистресс, и было ягодичное предложение, мы сделали ей кесарево сечение, фактически ребенок получал очень много калорий, и мы даже не ожидали, что она родится на такой неделе с достаточно высоким весом. Она получила дозу сурфактанта, мы подсединили ее к осциллятору, начали вести на ксидиазоту, она 40 дней находилась на вентиляции, мы также попытались поработать с дексаметазоном, который я вам уже описывала вчера, и дали ей две дозы, но пришлось оставить ее на вентиляции, и мы через каждые 24 часа вводили дексаметазон, и вот ее отец, который ее держит на руках, как раз когда она классическая вентиляция, и хочу спросить Александра, вы сумку кенгуру используете, вот как у вас же опыт есть отца? Такой, да, да, и вчера у меня здесь вот была такая слушательница, я не хотела ее смущать, но вот что она сделала, она фактически как бы организовала группу поддержки вот таких матерей с недоношенными детьми, и я так думаю, что каждому из вас действительно необходимо связаться с такими родителями, посмотреть, как они справляются с таким положением дел, во всяком случае, вот видите, она у нас на классической вентиляции на осцилляторе, вот она на 40-й день жизни, вот она уже экстубирована на конюлях, через 16 месяцев я ее осмотрел, она была в идеальном состоянии, она вернулась домой, мы гастростомию поставили перед тем, как она выписалась домой, и для этого причина была, потому что у нее действительно настолько было повышенное дыхание, что мы решили, что она просто не будет развиваться нормально, чтобы, если не будет сброса давления, поэтому мы оксигенировали даже 18 месяцев, была на оксигенации дома, еще и теперь у нее нет никаких проявлений со стороны бронхологической системы, и по Бейлю она даже свыше среднего, как видите, и действительно у нее все прекрасно. Теперь мы говорили о некротизирующем эндергоэлите сегодня утром, и я не хочу, конечно, еще раз через это все проходить, только пару замечаний, пару комментариев и хочу сделать это по нек, когда мы отслеживали пациентов после нек, это один из моментов, который мы задокументировали, это то, что эти дети не имели проблем с развитием, то есть в общем-то кишечнике мы, конечно, беспокоимся, но в особенности дети с малым весом, недоношенные, у них даже, скажем так, сверхвысокий иммунный ответ, и поэтому что происходит вот все эти воспалительные медиаторы при циркуляции крови, в частности это тимур некрозис альфа, и все эти вещи приводят фактически значительно перевентрикулярным поражением, и эти дети сталкиваются с пластической дисплазией, когда где-то они на второй месяц жизни после НЭК, у них имеются даже такие как бы пропадения вот такие в перевентрикулярной области, необходимо это всегда иметь в виду, когда вы отслеживаете таких детей, эти дети, которые также нуждаются в серьезном наблюдении последующем. Вот здесь пару слайдов. еще один момент, который я хочу по рентгену сказать, это когда у нас ребенок, у которого имеется преспират, более чем расстежение живота более двух сантиметров в объеме, то мы хотим отследить, как же это будет выглядеть. Мы один из не только нематоз и порожня кишечника и также изменение цвета, но если вы посмотрите на рентген, посмотрите, если стенка толстая кишечника, как если вы видите, то прекратите его кормить, потому что это пренег фактически. У нас есть 10 радиологов педиатрических госпиталей, и когда они пишут нормальная толщина стенки, нет нематоза, то вы лучше сами посмотрите на эти рентгены, потому что либо потренируйте своих рентгенологов, в том плане, чтобы они понимали, что если у вас утолщение стенки идет, прекращайте кормить такого ребенка, где-то 72 часа прекратите его кормить, а потом аккуратно начинаете, но не усиливайте питание, когда вы видите утолщающуюся стенку, потому что это как раз состояние преднег. И мы видели таких моментов, когда у нас был ребенок, мы полагали, что у него нег или преднег, мы увидели пневматоз в первые 48 часов, когда мы делали оценку и определяли именно объем каждые фактически несколько часов, чтобы предупредить перфорацию. Поэтому это очень важный момент отслеживания таких детей и всякий раз очень внимательно работать с перфорацией. Я не думаю, что доктор Зимар Маночи много рассказала сегодня о фармакологическом введении. Я думаю, что нет смысла, но я думаю, что мы очень агрессивно, энергично проводим парентеральное питание этих детей и иногда мы даже назначаем в середине ночи, потому что наша аптека может сделать эту смесь. И я в первой своей лекции говорил о том, что мы понимаем, что питание чрезвычайно важно и существом катаболическим является недоношенный ребенок, поэтому нам нужно много протеина быстро дать, поэтому мы очень энергично сразу назначаем парентеральное питание 3,5 на килограмм протеинов. Что касается еще введения, мы узнали о том, что когда реальный есть снег, то такое третье пространство надо принимать во внимании. То есть у этих детей очень много жидкости в перитониальной области, и поэтому надо предотвратить шок у детей. поэтому надо принимать во внимание вот это третье пространство, когда вы выхаживаете ребенка, лечите ребенка с снег. Что касается хирургического лечения снег, то тут несколько дискутабельный тоже этот вопрос, но для нас тут нет никаких дискуссионных моментов, но во многих местах используют в многих учреждениях используют сначала перитониальный дренаж, так как хирургическое вмешательство первого выбора. Мы так не поступаем. У нас новый хирург есть, и она настаивала на том, что она может это делать, и получила у первых же двоих пациентов абсцессы. И после этого мы запретили проводить это. Каждый ребенок с перфорацией приходит потом к лабораторическому вмешательству. и мы надеемся, что нам не нужно будет проводить резекцию большого участка кишечника. И практически многим детям снег делают элиостому, а детям с спонтанной перфорацией кишечника они и живут с элиостомой. но не всегда легко определить имеете ли вы дело с снег или со спонтанной перфорацией. И поэтому иногда вы даже не знаете до того момента, пока уже не раскрыта брюшная полость, и вы не видите, как выглядит кишечник. Но много есть исследований. Было в статьях описано исследование в Англии проведено, где они задокументировали, что новорожденные, которых был перитомиальный дренаж поставлен перед хирургическим вмешательством, 40% из них в результате все-таки были подвергнуты лапаротомическому введению. Но иногда были в случае апсцетов у них. Но мы думаем, что уходит иногда 3-5 недель, пока вы считаете, что прошел уже неком. У детей меньше 1000 килограмма, у них лучшее выживание и показатели развития нейрологической развития 18-12 месяца при проведении лапаротомии по сравнению с дренажем. Я смотрел данные катонистического наблюдения и смотрел, что же произошло дальше с нашими детьми, у которых был НЭК, то есть за минувшие пять лет. заболеваемые заболеваемые в нашем отделении. Но если мы посмотрим на нехирургическое лечение НЭК, НЭК, которые лечили антибиотиками, декомпрессию проводили, поддерживающие лечение, НПО назначали 10-15 дней, то у нас было 15 детей, у которых нехирургически был некротический энтероколит, и 12 выжило. Одиннадцать из них мы наблюдали дальше, и 9 из них были абсолютно в норме. Все с ними были, это совсем не такие плохие показатели. Но потом мы посмотрели на детей, перенесших спонтанную перфорацию, но без НЭК. 29 было детей с перфорацией, то есть по 5-6 в год случаев, но это достаточно много. Но я думаю, что тут такой момент, что это часто происходит у детей, которые маленькие для гестационного возраста, у которых мекониальный илиус, или то, что мы называем ленивый кишечник. Как бы то ни было, у этих детей было 29, и 27 из них выжили, и 21 из 27 этих я видел в процессе экотомнистического анаблюдения, и из этих 21 50% были абсолютно нормальны. У шести были легкие, средние тяжести, какие-то поражения, где-то 1 четверть имели тяжелые поражения, потому что спонтанная перфорация, это, конечно, лучше, чем НЕК, но не надо все-таки сбрасывать зачастую в качестве отдаленных последствий. хирургического вмешательства, у нас было 26 детей, 18 из 26 детей выжили, 75%, 12 из этих 18 мы наблюдали дальше, и только трое из них, с ними все было нормально, легкая, умеренная степень тяжести, у остальных, и три были тяжелые, у них были проблемы. Но даже если вы подозреваете НЕК, проведите рентгеновское исследование, отмените питание и очень-очень внимательно наблюдайте за этим ребенком, потому что вы можете увидеть, что если это можно медицинским, фармаковически его лечить, то шанс положительных отдаленных результатов в лучшем. Но мы уже говорили о маленьких, недоношенных детях, но есть и новорожденные, которых мы не обращали на них внимания, но, по крайней мере, я уверен в нашей стране, не уверен, что у нас, это то, что мы называем «поздние недоношенные дети». И вот поговорим об определении, что мы говорим. когда мы говорим «умеренно недоношенные», это 32, 0,7 и 33, 6,7, а поздние недоношенные это 34, 0,7 или 36, 6,7 недель гестации. Ну, практически они уже в срок рождаются, они уже вполне зрелые, вроде с ними все хорошо, но часто на них не обращают внимания. И я скажу, почему. И если мы называем раннее рождение в срок, это 37, 0,7 недели. В 2009 году у нас приблизительно было 4 миллиона 130 тысяч родов в УС родились дети, из них 503 тысячи это были недоношенные, из этих 503 тысяч 72% это были поздние недоношенные дети, то есть мы видим много таких новорожденных, это важная проблема. И то, что мы увидели, что частота таких вот поздних недоношенных родов увеличилась на 25% между 1990 и 2005 годом. Эти новорожденные достаточно часто выписываются домой через 2-4 дня, в особенности они родились на 35-36 неделе, и хорошие размеры у них, через 48-72 часа их выписывают, а потом они обращаются к нам в отделение неотложной помощи с повышенным билирубином, обезвоженные, не едят, и мы должны госпитализировать их в отделении интенсивной терапии на неделю. целую, но давайте посмотрим, какова же идеология этого поздненедоношенных детей. В первую очередь, это связано с какими-нибудь медицинскими проблемами у матери, чаще всего это связано с давлением, акушерские осложнения, 16% тоже составляют грубые врожденные дефекты или 1%, и практически три четверти их большое число это изолированные спонтанные роды. Мы не знаем, что это означает, но это так, что приходит женщина уже в родах и рождает. то есть у них и мы не знаем, у нас не записываются никакие, данных никаких нет, и вы здесь можете увидеть, что число абсолютно таких легитимных недоношенных родов составляет достаточно большой процент, а от остальных мы даже не знаем, что происходит, какая же заболеваемость у вот этих детей, чем они болеют чаще всего. рожденные, у которых бывает респираторный дистресс, и многие из них родились в результате кесаревого сечения по какому-то причине, и не удалось у матери длительного периода первого рода, и поэтому у них нет альвеолярной жидкости в легких, и у них респираторный повышенный билирубин, и обычно когда мы видим женщину, у которой преждевременно начались роды, то часто мы не знаем причины этого преждевременного начала, но у нас антенна должна быть все время настроена в плане инфекции, и мы всегда думаем, является ли инфекция причиной этих преждевременных родов, и когда мы направляем ребенка, родившегося на 35-ой неделе, выписываем домой, и допустим, этот ребенок потом снова обращается к нам, и у него может быть стрептококковая инфекция, стрептококковая группа А, и это может быть причиной преждевременных родов. У большинства из этих детей они не знают как грудь брать или как сосать из рожка, и из-за этого они отстают в физическом развитии. На 3-4 недели они не развиваются в этом плане, и через пару недель, допустим, у них не восстанавливается с которым они родились, поэтому, наверное, мы недооцениваем те проблемы, которые у них могут быть, и также у них гораздо более повышенная частотность повторной госпитализации, поэтому, наверное, лучше их как бы пролечить и выяснить все-таки, что же произошло, чем потом выписывать и вновь госпитализировать. мы можем подумать о том, что такие детки никогда не умирают, но на самом деле они умирают, потому что здесь вы можете увидеть данные из статьи, о которой я упоминал в самом начале. В первые шесть дней жизни смертность таких детей, которые родились в поздний период, в шесть выше у таких детей по сравнению с недоношенными детьми. 7,27 дней жизни смертность в три раза выше, чем у доношенных детей, и в первый год жизни смертность в два раза выше, чем у таких детей. и поэтому нужно обращать на это внимание. Посмотрим на развитие головного мозга. У меня были хорошие слайды, как выглядит головной возраст на разных гестационных сроках, поэтому просто скажу, что на 304-й неделе вес головного мозга составляет всего 60% веса мозга доношенного ребенка. И очень многое происходит как раз в развитии за последние 6 недель. 35-я и 41-я неделя пятикратное увеличение объема головного мозга, а между 304-й и 40-й недели значительный рост как раз извили синапсов, дендритов, аксонов, олигодендроцитов, астроцитов и микроглии. То есть, очень многое происходит в это время. Вы читаете эти статьи и спрашиваете себя, ну, как же может быть в 26 недель ребенок будет таким умным, разумным. То есть, просто чудеса происходят вот у деток на 26-й неделе или 23-й даже недели. недели. если мы смотрим на заболеваемость, то частота ДТП в пять лет жизни в три раза больше у поздненедоношенных детей, чем у доношенных, и задержки когнитивного развития в пять лет, которая проявляется, в полтора раза больше у поздних недоношенных детей, чем у доношенных. Что же мы делаем? Да, мы прекратим это обсуждение. Что нам в первую очередь надо сделать, это понимать, что нам необходимо обращать внимание на вот эту популяцию, и что нам нужно пытаться получить ресурсы и людей, которые заинтересованы в наблюдении, амнистическом наблюдении тех детей, направлять их в программу раннего вмешательства, где у них будет самый хороший шанс достичь максимального потенциала, каким бы он ни был. И поэтому совершенно необходимо, чтобы мы начинали это делать, потому что мы очень заняты тем, что мы выхаживаем детей, которые весят меньше одного фунта, и забываем об этих детях. А вот эти дети, они настолько же ценны для их семьи, как те детки, которых мы выхаживаем в отделениях конденсивной терапии новорожденных, надо на них обращать внимание тоже. И нам надо как-то с нами коллегами-кушерами поговорить о том, что нужно думать о продлении беременности, детей, что если они думают, что у кого-то может начаться преждевременный род, то, наверное, лучше они бы знали сроки, когда надо разрешать женщину или не надо, потому что кошерам тоже необходимо знать эти факторы, и думать о них перед тем, как они разрешат женщине рожать 3-4 с половиной недели. И вот теперь я хочу немножечко поговорить о том, что вот катомнистическое наблюдение, это мой особый интерес на протяжении всей моей профессиональной жизни, дополнительно к работе в отделении интенсивной терапии, но у неанатологов всегда есть такие дети, которых вы никогда не забудете, всегда помнить. Иногда это те новорожденные, для которых нет хорошего объяснения с медицинской точки зрения, почему они выжили. Я знаю, почему они выжили, потому что, наверное, Бог приложил к этому уроку и помог их, но тем не менее, что нам нужно понимать, что это дети, которые ходят, это ходячие, живущие, наверное, доказательства того, что здесь не обошлось без божественного вмешательства, но я не хочу вам тут проповедовать ничего, но это такие дети чудеса. вот это ребенок, который родился на 24-й неделе, 420 грамм у мамы хроническая гипертензия, и была, конечно, прежде, гипертензия гипертензия она была очень, ребенок был очень тяжелый, через кесарь, он появился на свет, потому что по доплеру мы видели, у нее был апгар 1,6 и 10 минут, у нее получалась компрессия, гипертензия и ей понадобилось 53 дня вспомогательной вентиляции и 141 день на кислороде и дома, по УЗИ черепа был нормальный, у нее ретинопатия второй степени была, мы сделали аллигацию, потому что аллигации не помог, она на аллигации не делали, и я на седьмой день сделали аллигацию, и мне удалось ее повидать, когда вот я вам показал фотографию и родили лежали на руках, и фактически, я думаю, что некоторые из вас, которые были в нашем госпитале, видели ее фотографии, вот, видите, у нее у нас в пиратской такой шапочке, по шкале Бейли, она полностью совместима теперь с детьми, с параметром детей одинакового возраста развития, вот она на берегу Атлантического океана, не очень четкая, конечно, фотография, но эта маленькая девочка, фактически, когда я был последний раз в Украине, мне прислали среди ночи сообщение, вот, когда я был в гостинице, что мама ее послала мне видео первых шагов, я тогда была в Украине с визитом, она была настолько впечатлена всем этим, что вот, послал мне это видео, и действительно, что я вам хочу сказать, что это вот реальные доказательства, что чудеса случаются. Вот, у нас ребенок, который родился на 23 и 4 седьмых неделях гестации, 30 лет возраста мама имела церекальную инкомпетенцию, ее приняли в наш периментальный центр на 22 и 6 и 6 недели, у нее практически не было амниотической жидкости, и когда с нее сняли серкляш, то у нее оказалось хроническое кровотечение, и хорошо, мы сказали, давайте на фактически 23 недели мы примем роды, вагинальные были роды, был пролапс пуповины, и мы сделали кесарево сечение ургентно, Абгар был 1,6 через 1,5 и 10 минут, и мы дали сурфактан сразу же позитивную вентиляцию, сатурация оставалась на 70%, в процентах мы перевели на осцилляторную вентиляцию, непосредственно в родзале, она развела очень серьезный респираторный дистресс, и хроническую болезнь легких, 59 дней мы держали на вспомогательной вентиляции, и выписана на кислороде, домой, она не могла принимать питание через рот, нам сложно было убедить родителей сделать гастростамию, но тем не менее, через пару месяцев, когда они вернулись к нам, и сказали, да, давайте сделаем ей гастростамию, и теперь ребенку 5 лет, и узи череднормальное, в принципе, можно сказать, что ребенок действительно очень умный, ее когнитивный 145 когнитивный индекс, что для нее действительно очень серьезно, тем не менее, она в основном получает через гастростамию, получает питание, потому что у нее очень сильный рефлюкс, мы ее отправляли в Виргинию, в институт питания, я иногда отправляю туда детей, у которых есть подобные проблемы, но, как видите, она действительно лучик солнца в своей семье, и, в общем-то, так же прекрасно, как она может быть. вот еще ребенок, который рожден был на 23-й неделе, 660 грамм, она родилась в другом госпитале, потом, там у них было очень маленькое ремоционное отделение, и она оставалась в том госпитале, 26 дней, а потом у нее развелся серьезный сепсис, 52 было 100, и этот они перевели к нам в центр, в культуре появилась кандида, у нее очень серьезный был кандидозный сепсис, очень серьезная ретинопатия, которую мы сделали ей лазерную хирургию, она носит очки, у нее была остановка сердца после того, как мы через неделю после того, как мы ее приняли, нам пришлось ее интубировать, и вести ее на специальном лечении, это действительно боролся за жизнь, и я был, вообще-то, был очень серьезно пессимистичен, об ее, скажем так, долгосрочном прогнозе, я им так и сказал, сказал, что, возможно, это, как бы, предупредил родителей о возможных вот таких долгосрочных исходах, и сейчас, вот, после того, она пошла в школу в 14 лет, она развивалась уже нормально, и пошла в балет, и действительно показала себе потом, как в высшей школе, в старших классах, действительно, очень, такой, хорошей ученицей, как видите, вот еще, скажем так, одно чудо, вот, следующий ребенок, родилась на 24-й неделе, 650 грамм, когда мама, мама принял докторство с кровотечением, у нее были белые кровяные цельца в амниотической жидкости, я даже не знаю, почему, вот, мать живет в 152 милях от Миннеаполиса, и доктор ее в клинике в этом маленьком городке, не сделал ничего, когда увидел эти белые кровяные цельца в жидкости, тем не менее, ее отправили в перинатальный центр, появилось на следе результате кесарьесечения, у нее посмотрите, что у нее на груди, вот, у нее была такой, как бы, кожа, вот, если дотронетесь, то, фактически отшелушивались, очень, действительно, недоразвитая кожа была, мы фактически ее прикрывали, для того, чтобы увлажнять кожу, вот такое покрытие, для нее изобрели, вот такое гелевое, тем не менее, этот ребенок оставался на вентиляции 31 день и на кислороде 95, нормальные УЗИ черепа, стадии 3, ретинопатии, лазерная хирургия, сейчас ей 15 лет, она учится в заканчивая среднюю школу, и прекрасная студентка, ну, извините, если, может быть, я вам наскучил, для меня это действительно привилегия здесь стоять и говорить с вами, показать вот таких чудесных детей, вопросы ко мне, возможно, будут. Рональд, скажите, пожалуйста, у такой категории экстремально маленьких детей, как долго вы держите пупочный катетер оставляете? Как долго катетеризирована пупочная вена? Мы стараемся его убирать как можно быстрее. Очень часто не более недели перкутана сделаем вот такой катетер вставляем. Понятное дело, что здесь речь идет об инфекции, но в нашем отделении, когда я консультировал несколько детей, имели серьезные проблемы с абсцессами, в частности, печени, на таком продолжении катетеризации. Фактически, прежде всего, неверная катетеризация не в том месте. Второе, это то, что фактически, это приглашение инфекции. инфекции, да, и иногда удержим, допустим, если дети, ставим где-то два с половиной недели, три недели жизни делаем, но тем не менее, мы тогда радиоастериальный катетер ставим, может быть, это с точки зрения хирургии не очень серьезно, но тем не менее, мы всегда смотрим на лабораторный статус и на поддерживаем вентиляции. Так что, можно было, можно ранее анпену сделать. Скажите, пожалуйста, какой процент недоношенных получает эндомитоцин для медикаментозного закрытия ОАП? И какой процент, у какого процента детей проводится хирургическое закрытие ОАП? Думаю, что закрытие, если вы используете эндомитоцин, я бы сказала, где-то 60-70% идет закрытие эндомитоцином. Тем не менее, мы видим детей, у которых наступает спонтанное закрытие без эндомитоцина. без эндомитоцин. И я думаю, что, когда мы профилактически его назначаем, мы, в общем-то, охватываем тех, у которых там фонтанное произойдет. и поэтому моя группа решила подождать, когда проток уже симптоматически начнет показывать, а потом уже прибегать к эндомитоцину, так, чтобы действительно избежать кишечной перфорации. Скажите, пожалуйста, используете ли вы ограничение внутривенной жидкости у детей с открытым артериальным протоком, если он не закрылся после лечения эндомитоцином? И насколько вы ограничиваете внутривенную жидкость таким детям? То есть, сколько мы оставляем жидкости, чтобы закрыть? Да, конечно, мы даем эндомитоцин, снижаем жидкость, объем, потому что иногда, когда этот объем убирается полностью, мы по креативной сыворотке контролируем, если это ниже 1,3, то мы начинаем эндомитоцин. Вчера мы говорили о почках, о повреждении почек у недоношенных и доношенных. И здесь, в принципе, эндомитоцину мы никогда не назначаем эндомитоцин. Вначале проверяем креативные сыворотки, а затем даем эндомитоцин, но не тему, которые в особенности, если число тромбоцитов, если, допустим, у них серьезное число по тромбоцитам, и мы даем эндомитоцин, мы можем, конечно, снизить на 115 мг на килограмм при эндомитоцине. Хороший вопрос. Спасибо. И можно еще один вопрос. Не использовала ли ваша группа ректальный ибупрофен для закрытия протока вместо эндомитоцина? Два года назад, верьте или нет, эндомитоцина не было в Штатах, и мы использовали ибупрофен. Мы обнаружили, что он хуже работает, и обнаружили также, что повысилась перфорация кишечная, поэтому я написал недавно об этом статье именно по перфорации, когда применяется ибупрофен вместо аидомитоцина, насколько повышается риск. В каком возрасте вы все-таки ставите вопрос о хирургическом вмешательстве, хирургическом лечении? Вы ждете, я так понимаю, что вы ожидаете, что он сокроется у АПСАМ? В каком возрасте вы решаете все-таки провести хирургическую перевязку? Итак, в каком возрасте мы идем на лекацию? Как я уже сказал раньше, у нас есть прекрасные хирурги, и они вам перевяжут прямо уже в операционной за 45 минут. это прекрасные хирурги, но тем не менее, мы посылаем детей на хирурги, но это мы всегда учитываем шансы, шанс побочных эффектов, и все-таки, скажем так, мы идем в начале на АПСАМ, но если ребенку действительно, с точки зрения респираторных развития синдрома, ухудшение резки, то мы таких постановленных хирургии, если, допустим, интубации из-за апноэ, и оксигенация сложные параметры, то в этом случае, это, конечно, может всегда случиться. если ребенку один месяц, и он на вентиляции, и у него есть шумы, то очень часто, когда мы проводим ЭКГ, мы видим ограничивающий поток, то по объему потока, это ничего, но если действительно проблема от протока идет в плане респираторных последствий, или кишечных, то мы не будем даже колебаться и отправим на хирургию, даже если, допустим, мы сегодня дали ему метацин, на следующий день мы можем отправить его на хирургию. С 40 до 24 часов мы можем подождать. И иногда даже мы можем и в воскресенье в 7 часов утра позвать хирурга, и ему передать ребенка на лекацию. Я хочу еще добавить. вот когда у нас есть подозрительный живот, и воноригены тоже показывают, мы дважды или четыре раза в день нам попадаются в постольности, когда назначался эвупрофен. и нашей литературе не было таких свидетельств о том, что эвупрофен действительно вызывает больше перфораций, и в принципе, конечно, мы хотим сохранить всех детей. и вы давали очень хороший пример, но иногда у нас проценты выживаемости не очень отличаются, и я бы даже набрал вам, если бы я сказала, что у нас лучше проценты выживаемости, чем у вас, с эвупрофеном. У нас хороший процент выживаемости у недоношенных детей, такой же, как у всех. У меня такой вопрос. Показания наложения гастростомы при рефлюксе, как часто эта процедура у вас проводится, и какие еще хирургические манипуляции выполняются при рефлюксе у глубоко недоношенных детей. Спасибо. Да, показания гастростомии, да, и когда делать. Но, когда мы выполняем гастростомию, то обычно это поздно вечером и перед тем, как едет. То есть, мы дали ребенку возможность показать, что он не будет есть, что ребенок отказывается от еды. И второй момент это есть, ребенок вообще не принимает, не может есть из-за того, что он все калории тратит на дыхание. тогда мы рекомендуем гастростомию. Гастростомия это процесс. Мы должны начать, как бы, продвигать идею родителям, даже если мы только думаем об этом, за три-четыре недели перед выпиской ребенка домой. потому, что родители обычно очень противятся этому. И что необходимо делать, им надо поговорить с другими родителями, у которых у ребенка гастростома, и который может развиваться физически только благодаря гастростоме. Потому, что врачам они не верят, когда врачи это говорят. А если есть какие-то другие родители, знакомые, у которых у ребенка гастростома, то родители, наверное, с большей вероятностью разрешат нам это делать. Ну, достаточно много гастростомий выполняется где-то за неделю до выписки домой. Что касается хирургических вмешательств, то нет таких в нашем центре. Практически все виды хирургических вмешательств выполняется. Наверное, самая большая группа это диафрагмальная грыжа. У нас есть ЭКМО, 50% пациентов наших с диафрагмальной грыжей получают ЭКМО, то есть очень много таких операций выполняется. Ну, тут все относительно, конечно, но много, как я уже сказал, у нас таких новорожденных с грыжей, диафрагмальных, много детей, у которых антинатально еще диагностированы врожденные пороки или аномалии. Много гастрошизиса есть, но не так много амфилосила. У нас есть фистулы, свищи, или атрезис пищевода, или фистулы пищевода, или большие кисты в легких тоже бывают, который диагноз, как я уже сказал, антинатально был установлен, то есть они родились, то есть эта киста там присутствовала, и мы знаем, что их прооперировали, и потом, если не прооперировать, то все равно они потом будут госпитализированы, то есть выполняются операции, потом только выписывают домой. У нас есть 10 детских хирургов и 4 детских урологов, то есть много у нас хирургических вмешательств. Скажите, пожалуйста, че контролюете вы показники крови функционального стану печинки, используя индомедицин для профилактики и для ликования открытия артериальной протоки. Если так, то какие показники, как часто, и какие действия в случае подозрения того, что эти изменения могут асоциироваться именно с введением индомедицин. Спасибо. Это хороший вопрос. У нас есть ситуация, когда мы используем авастин, но, безусловно, вы знаете, это анти-ВГФ фактор, и авастин мы используем у тех детей, у которых ретинопатия второй стадии и выше в первой зоне, то есть в задней зоне, когда начинается рана. И тогда хирург проведет инъекцию авастина в эту зону. Но я видел тоже детей, которым только им нужно было вот эту инъекцию авастина, и не нужна была ни лазерная абляция сосудов. Но, однако, то, что происходит иногда, заключается в том, что после того, как ребенка мы выписываем домой, и их уже наблюдает хирург по сетчатке, то у ребенка уже даже через несколько месяцев можно лазером провести коррекцию очень небольших сосудов, которые образовались. Поэтому на ранних этапах мы не используем лазер, лазерную терапию, то есть не проводим лазерную коллегуляцию всех этих сосудов.